Город Сан-Паула. Конечно, не столица и даже не самый знаменитый город Бразилии. Но именно сюда прилетают многие недорогие авиарейсы, например, Американская Дельта. Народ здесь смешанный самым творческим образом, впрочем, как и повсюду по стране. Сразу идем по городу в поисках обменника. И первое, что видим, это, конечно, православный храм, напоминающий Святую Софию в Стамбуле. Мужественно не заходим, ибо дело превыше всего. Но сразу за ней видим еще одну православную церковь и понимаем, что это знак. Подобный букет приветов с Родины проигнорировать трудно, и мы решаем зайти. После недолгих переговоров на непонятном для нас португальском языке выясняется, что церковь греческая-католическая, а православные иконы здесь совершенно непонятно откуда взялись. В смешанной церкви мы становимся свидетелями совсем уже не христианской акции, напоминающей скорее пресловутую передачу «Битвы экстрасенсов». Роль медиума-экстрасенса выполняет католический священник. А мужчины в белых халатах, принятые нами изначально за медбратьев, оказываются его помощниками. За мою попытку снять «Нисхождение святого духа», как они называются, ее акцию, на меня жестко наезжают. Все-все-все, больше не снимаю. Едем на метро в центр и замечаем почти родное в такой доли. Станцию под названием Армения. Наша первая остановка и первая достопримечательность – огромный неоготический кафедральный собор. И сразу же у Костика осуществляется дружба навек с местными гражданами. Граждане здесь очень разные, своеобразные и далеко не все вызывают абсолютное доверие. Особенно в первый день по приезду. Стоя перед кафедральным собором, мы пытаемся осознать, что мы находимся в Бразилии. Да, Бразилия. Все-таки для русского человека – это, как и Япония, страна мечты. Спасибо, 12 стульям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Первый день многое обращает на себя внимание. Например, поистине удивительные параметры бразильских женщин. Их таких здесь много, и они реально считаются красавицами. По принципу, хорошего человека должно быть много. Принято считать, что делать Сан-Паулу нечего и смотреть не на что. Но один день можно убить собственное удовольствие везде, здесь тоже. Вполне полноценный южноамериканский город, и зря жители Рио-де-Жанейро отзываются о нем пренебрежительно. Особенно любопытно здесь наблюдать за людьми. Несмотря на то, что никакого карнавала в эти дни в Сан-Паулу нет, граждане выглядят радужно и позитивно. И хотя нищеты в городе более чем достаточно, пока она еще не сильно вламывает. Благодаря розовым цилиндрам других товарищей. Благодаря розовым цилиндрам. Благодаря розовым цилиндрам. Последняя, она же единственная достопримечательность, к которой мы стремились из-за моих измученных 12-летней работы в архитектурно-дизайнерских журналах мозгов. Естественно, здание великого и незабвенного демиорга всебразильских зодчеств Оскара Немайра. Находим его сильно не сразу. Несколько плутая по улицам и паркам, потому что более современные здания и вообще разные другие здания благополучно забивают сей шедевр 1966 года. Вот, наконец-то, и он. Капан Билдинг по Оскар Немайр. Между прочим, здесь находится главный офис бразильского Гринписа. Между прочим, здесь находится главный офис бразильский Гринпис.